Вы меня простите, вон Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Видим попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений. По вооруженными силами Российской Федерации, поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Что ты несешь? Ну, 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 хоть бы помолчал раз в жизни. Возоказочным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу Харьков-Палас уничтожены представители Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации. Что ты несешь? Ты че несешь? Я яйца несу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я несу нахуй бревно, блядь. Заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? Делать каждый день. А я представляю. Геннадий Владимирович, как проголосовать на выборах президента, если нет достойных кандидатов? Я предлагаю испортить бюллетени, а вы согласны с этим? Ну, мы сейчас не выработали общие стратегии. Вернее, она есть общие стратегии, только в одном. Мы должны убедить мировое сообщество, что эти выборы преступные. Их нельзя признавать так же, как нельзя признавать ни их итоги, ни Путина в виде легитимного руководителя. Что касается тактики действий, это стратегия. То есть, не признание выборов и их итогов. Выборы нелегитимные, преступные. Это фарс. Это унижение прав людей. И так далее, и тому подобное. Что касается тактики, то ее пока нет. Почему? Потому что Она еще не выработана. Создана только рабочая группа на эту тему. Берлинская конференция. Возможно, они что-то предложат, когда уже будет понятен полный состав. Полный набор вот этого кандидатского минимума. Я думаю, что там их будет 3-4 человека от силы. Тогда, наверное, будет какое-то принято окончательное решение. Сейчас пока нет конфигурации. Там ЦИК радостно заявляет, что там 39 человек решили стать президентами. Снимая, так сказать, Дунцову и все прочее. Поэтому пока вообще непонятно, а кто кандидат-то будет. Вот там можно портить бюллетень. Но наверняка нет. Но никто не будет возражать, если будет портить бюллетень. Дело в том, что портить бюллетень, не портить бюллетень, голосовать, не голосовать, итоги все равно уже ясны. Они будут сфальсифицированы. Призывать людей к выходу на улицы и протестам против Путина, мы, люди, находящиеся в относительной безопасности, ну, относительно, условно, мы не имеем права. Потому что мы прекрасно понимаем жестокость, подлость, мстительность вот этого репрессивного карательного аппарата. Мы прекрасно понимаем, какой риск для людей, которые открыто будут заявлять о своей позиции. Это, в общем-то, мы не можем к этому призывать. Это каждый определяет для себя степень допустимого риска. Поэтому давайте немножко подождем, если мы говорим по тактике. Стратегия понятна, не признание выборов. Выборов не было. Что касается тактики, давайте мы подождем вот того списка, который определится. И, наверное, там наша рабочая группа в лице многих политиков, более молодых и креативных, они, может быть, примут какое-то решение. Может быть, они согласятся с тем, что будет какой-нибудь флешмоб условный. Там была одна идея, высказывалась. Полдень против Путина. Ну, условный полдень. Не обязательно полдень, может быть. Когда там люди просто выйдут к избирательным участкам, может быть, даже не заходили в них. Встанут в очереди. Эти очереди будут понятны, видны. Это тех людей, которые, в общем, пришли против Путина. Они придут к определенному времени. Ну, это одна из идей. Давайте мы немножко дождемся вот этой конфигурации так называемых президентских выборов, кандидатов. После этого мы примем решение. То есть мы решили так, что если мы не можем помешать, грубо говоря, извините за выражение, там, разрушить имидж и что-то еще такое сделать, то играть по правилам врага нельзя. Поэтому давайте на январе мы этот разговор перенесем. У нас будет возможность это обсудить в эфире еще раз. Наши зрители спрашивают, по истечению времени история с Путиным в холодильнике все-таки кажется вам полезной в чем-то? Я просто от себя добавлю, что у нас недавно был Валерий Соловей, хотя это вызвало тоже определенную негативную реакцию в наш адрес, но мы говорили, как кажется, достаточно так, ну, некомплементарно, при этом пытаясь получить ответ на те вопросы, которые волнуют наших зрителей с Валерием Соловьем, когда он у нас был. И спасибо ему, что он продолжает выходить в любом случае, хотя не все согласны с тем, что Соловей действительно полезен сейчас, точнее, полезен для каких-то либеральных демократических сил, а скорее полезен Кремлю, как некоторые считают. Но Валерий Дмитриевич, кстати, сказал, что он может все это озвучивать, будучи в России, поскольку у него есть определенные покровители в Кремле, но это тоже не гарантия, но тем не менее они есть. Согласны ли вы с этим? Как вы думаете, что за покровители у Соловья? И что насчет этой истории с холодильником? Полезна ли она? Да я считаю, что она полезная. Она, во-первых, прошлась по всему миру. А она, конечно, ударила по имиджу Путина. Она устойчиво сформировала теорию двойников. Я в эту теорию по своим собственным соображениям тоже начинаю верить. По простой причине, что на поведение Путина в одной ситуации, в другой ситуации она деметрально противоположна. Модель разная. Вот. Я не верю, конечно, про Путина в холодильнике, потому что турбулентность элит была бы гораздо более высокой. И уже началась бы грызня, уже начались бы процессы, которые для нас с вами были бы крайне удивительными. Если, так сказать, не понимать, что это двойник, так называемый. Вот. Я думаю, что двойник вполне существует. И самое главное, что концепция Валерии Славья, почему я считаю, что ее полезна, она демонстрирует, вот я не верю, она демонстрирует этот раскол, который де-факто состоялся. Потому что мне, если вы мне объясните, или кто-то умный, толковый, понимающий, объяснит мне, в чем выгода Путину числиться в мертвом холодильнике, а, так сказать, на его месте некому двойнику по прозвищу Васильевич, вот в чем смысл для Путина, я вот не могу в это понять. То есть я считаю, что для Путина, для Попутина, это на удар. Я точно знаю, что они в Кремле не играют по сложным схемам. Не играют по сложным схемам. У них это и в голове нет. Они играют по самым простым, по самым примитивным схемам. Вот посмотрите, что будет с президентской гонкой. Она пойдет по самой, на мой взгляд, пойдет по самой примитивной, простой схеме. Вот, бесхитростной абсолютно. То есть как раз это позволено... ...выгодные системы есть какие-то люди, которым это выгодно, и Путин ничего не может это сделать, не может ее остановить. Либо они им обладают таким влиянием, эти люди, что они его убедили, что эта концепция полезна ему. Я считаю, что она им вредна. Но раз мы с вами обсуждаем в эфире, кто управляет страной, раз мы их с вами обсуждаем до сих пор в эфире, значит эта концепция полезна в целом. Поэтому я... ...с большой признательностью к выступлению Валерия Соловья, он убивает какой-то клин в вот это элитарное здание Путинского режима. Это тоже полезно. Пусть это он дальше делает, и пусть он дальше сеет в умах, в том числе в наших, всякие сомнения, но будем, как говорится, посмотреть, что же дальше произойдет со всей этой историей. Ну, а раскол внутри Кремля, который позволяет Соловьев говорить то, что он говорит, на мой взгляд, в этой ситуации очевиден. Или какие-то мощные силы, которым Путин либо соглашается, либо уже не может перечить. Вот что-то такое есть. И то, что Соловьев вынужден говорить, что у него есть покровители в Кремле, он вынужден это говорить, говорит о том, что действительно такой раскол существует. Редактор субтитров А.Семкин